Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы начинаем нашу спортивную передачу. У микрофона Яков Стрельчин, телефон в студии 847-400-5200. В первую очередь я хочу поздравить всех, кто празднует Пасовер, Хэппи Пасовер. Рабами мы были в Египте, рабами мы были в Советском Союзе. Нынче мы на свободе и имеем возможность праздновать этот прекрасный праздник Хэппи Пасовер. Ну и хочу поздравить сразу всех, кто в воскресенье будет праздновать православную Пасху. Тоже с наилучшими пожеланиями. Я хочу вас поздравить с наилучшими пожеланиями. Ну а сейчас перейдем к спорту. Ну в первую очередь я хочу сказать, что спонсором программы «Спортивные страсти» является Mechanic Auto Service. Есть мастерская, которая предлагает полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. Обращайтесь к нам, если у вас есть какие-то нужды, если что-то случилось с вашим автомобилем. Мастерская очень занята, и сейчас туда требуются работники. Если есть специалисты, кто ищет работу механика, автомеханика, там вас с удовольствием примут на работу. И вообще я хочу сказать, что я пользуюсь этой мастерской достаточно много времени. Великолепный сервис, все делается очень качественно, быстро, в случае чего вам предоставляют автомобиль, если необходимо, на время ремонта. Ну и здесь я хочу напомнить также, что могут удалить вмятины на кузове без перекраски, сделать там любой ремонт, любой ремонт, который вам необходим. Телефон в студии, телефон в мастерской, ну я всю жизнь работаю в фотостудии, но это автомастерская. Значит телефон 847-877-1456, еще раз 847-877-1456, спросите Сергея. Там еще есть один нюанс, может быть кого-то заинтересует это, кто был в этом помещении, знает, оно очень большое и имеет много места именно там, ямы для ремонта автомобилей. Вот все, что необходимо. И если кто-то хочет, там может соревновать угол, чтобы работать просто на себя. Так что есть миллион вариантов. Обращайтесь. Ну а сейчас давайте перейдем к событиям спортивным. И я начну. Шахмат. В настоящее время в Баден-Бадене проходит сильнейший шахматный турнир. Значит, где сыграет и чемпион мира Магнус Карлсон, и претендент названия чемпиона мира Каруана, который ему совсем недавно проиграл матч. Экс-чемпион мира Виши Анант, играет очень сильный гроссмейстер Вашьела Грав из Франции, Ливон Аранян, Петр Свидлер, Аркадий Найдич, Вальехо Майер и 14-летний мальчик из Германии Винсент Каймер. Честно говоря, мне его просто от души жаль. В первом туре он играл с чемпионом мира Карлсоном. И, в принципе, я считаю, что у него были шансы уйти на ничью. Там сложился интереснейший эндшпиль. У него два слона и три пешки. У того было два коня и три пешки. Но Карлсон есть Карлсон. Не зря он чемпион мира. И этот сложнейший эндшпиль он сумел выиграть. И этот мальчик сейчас проигрывает ну просто всем подряд. У него ноль очков. Еще не все партии четвертого тура сыграны. Но я уже точно знаю, что Найдич победил Каймера. И у него в четырех турах нет очков. А Карлсон и Карлсон играли сегодня в четвертом туре. Они сыграли в ничью между собой. Остальные партии вот на тот момент, когда я уезжал, еще игрались. Давайте я вам скажу просто после трех туров ситуацию. Там Карлсон и Свидлер имели по два с половиной очка. После трех. Каруана и Анант имели по два очка. Вашьелла, граф и Аронян полтора очка. Майер, Вильехо, Найдич по одному очку. И Каймер, увы, ноль очков. Теперь у него уже ноль очков из четырех. Так что... Ну а был очень интересный женский турнир. В Турции проходил чемпионат Европы среди женщин. Ну и сразу скажу, что израильские шахматистки туда не поехали. Но победу одержала Алина Кашлинская из России. В принципе, пять человек набрали по восемь очков. Но по дополнительным показателям Кашлинской присудили первое место на чемпионка Европы. И тут самое еще главное было то, что 14 шахматисток получали право играть в Кубке мира. Так что из Украины, это, кстати, Гапанянка с Украины, она имела тоже восемь очков. Но удивительнейшее дело, она перед последним туром шла на чистом первом месте. И ничья, наверное, дала бы ей чемпионский титул. Но она умудрилась проиграть Стефановой из Болгарии. Стефанова ее догнала. У нее тоже стало восемь очков. Но она имела худшие дополнительные показатели. Пожалуй, это все шахматные новости. И переходим к баскетболу, где, как вы понимаете, проходят матчи плей-офф. На сегодняшний день мы пока забудем про Чикаго Буллс. Ждем 14 мая, когда будет проходить лотерея. И вот тут-то выяснится, какой номер драфта будет у Чикаго Буллс. Все будет проходить в Чикаго. Будем надеяться, что повезет в лотереи. И вытянем высокий номер. Ну, а там посмотрим, кого выберут и вокруг кого будет строиться команда. Опять все неопределенно. Новый сезон, новые надежды будут. А пока вот что удивительно, если вы обратили внимание, мы на хоккей, я сегодня уделю значительно больше времени, чем баскетболу. Потому что в хоккее идет борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. А в баскетболе, по крайней мере, в первом раунде как-то и борьбы особо не намечается, кроме пары Денвер-Сан-Антонио. Там счет в серии ничейный 2-2. Ну, несмотря на то, что Денвер великолепно провел регулярный чемпионат, а Сан-Антонио только дикими усилиями во второй половине чемпионата, когда они одержали ряд побед подряд, сумели ворваться в эту заветную восьмерку. Тем не менее, Сан-Антонио Грега Поповича, это всегда команда, которая может преподнести сюрприз. И я вообще считаю, вот на сегодняшний день счет 2-2, и все равно я верю в победу Сан-Антонио. Хотя, вот повторяю, они были седьмыми и играют со вторым местом. Уж опыт Грега Поповича и пусть совсем другая команда. Но вообще Грега Попович, он не может не восхищать. Помимо своей фантастической работы в баскетболе, наверное, любитель баскетбола прекрасно знает, это потрясающий знаток вин. И он устраивает для своей команды часто вот такие обеды, когда и все, кто работает с ним, они тоже стали, начинают разбираться в винах. Причем, говорят очевидцы, что он тратит сумасшедшие деньги на вот эти обеды. Он объединяет этим команду. Поэтому в его команде всегда очень такой благоприятный настрой у всех баскетболистов. Хорошие отношения внутри команды. Может быть, эти винные обеды, ну, я не могу сказать, что там напиваются до упаду, но пьют очень-очень хорошие вина. И вы знаете, что самое смешное, может быть, наверное, это общеизвестный факт, что есть рестораны, которые вот подбирают, вот если они знают, что к ним может прийти Грег Попович, они уже прекрасно знают его вкус, они подбирают вина. Если он туда приходит, то сразу этот ресторан становится жутко известным. И владельцы сразу двигаются вперед. Ну, это можно бесконечно рассказывать эти истории, сколько ресторанов он вытянул наверх только благодаря тому, что или они действительно там был владелец, знаток вин, или он специально, зная, что Грег Попович со своей командой придет туда, подбирал те вина, которые очень ценит Грег Попович. Так что тут трудно сказать, но тем не менее, вот для меня лично такой человек не может не вызывать восхищения. И, знаете, когда я вернусь в очень далекие годы, к тому же сегодня день рождения Анатолия Бышевца, вот когда-то в Киевском «Динамо» тренировал такой Виктор Александрович Масло. И он тоже любил устраивать такие застолья для команды. И, в принципе, это объединяло команду, и Киев он вывел на фантастическую высоту, потому что когда он принял «Киевское «Динамо», они были всего один раз чемпионами. После него они три года подряд выигрывали, но уже потом пришел, наступила эра Лобановского. Но давайте вернемся в баскетбол. Значит, восточная конференция. Милоки, Детройт, борьбы не было вообще. Ну, Детройт вообще удивительнейшая команда. Вы знаете, что с 2000... Они установили рекорд НБА. С 2008 года они в плей-офф проиграли 14 матчей подряд. Это просто рекорд НБА. По-моему, побить его будет невозможно. Ну, Милоки, как вы помните, великолепно выступает в этом сезоне. Команда была лучшей в регулярном чемпионате. И вот вчерашний матч. Уже, казалось бы, три четверти матча Детройт выигрывает. И начинается последний квотер. Там 17-3 в пользу Милок и конец игре. 127-104. Наш знаменитый грек Янис набирает 41 очко. И Милоки вышли в следующий круг. Опять же, кстати, Милоки с таким счетом... Первое, что... Подожди. По-моему, с 2001 года Милоки впервые вышли во второй круг плей-офф. Это number one. А 4-0 они серию не выигрывали с каких-то времен, когда меня еще близко. Некогда я сидел в глухом отказе. По-моему, это был где-то 1983 год. И не видел ни одного матча NBA, потому что в Советском Союзе нам это не показывали. И, честно говоря, самое большое восхищение, когда я приехал в Соединенные Штаты Америки, это был баскетбол. Потому что такой игры я даже не мог себе представить. Да, я ходил, я там... Ну, я не знал баскетбол так, как я знал футбол или хоккей. Но, конечно, я ходил на матчи ЦСКА Жальгрис. У нас там Спартак Ленинградский был сильная команда. Были хорошие команды, но это был абсолютно другой уровень баскетбола. Поэтому я повторяю, что в Америке для меня это было самое большое удивление, восхищение. Такой игры я просто не ожидал увидеть. И я не пропускал долгие годы ни одного матча. Не только Чикаго Буллс, где блистал Майкл Джордан, но и любую другую команду я с удовольствием наблюдал. У нас сейчас перерыв на рекламу, да? После чего мы продолжим нашу передачу. Итак, мы продолжаем нашу передачу. Баскетбол, плей-оффс. Я повторяю, что первый раунд как-то не вызывает особого интереса у болельщиков. Вы знаете, что вот на этот последний матч, что я говорил, Милуоки Детройт, в Детройте играет лучшая команда NBA нынешнего сезона Милуоки. Была куча билетов на втором рынке в продаже за 18 долларов, и никто не брал. Мне лично, я помню, что творилось в Чикаго, когда был Буллс и матчи плей-офф, достать билет это было абсолютно нереально, за любые деньги причем. А тут 18 долларов на матч плей-офф, пусть Детройт неудачно играет, пусть они проигрывают, абсолютно ясно, что им невозможно было в этот раз сыграть с Милуоками, но, тем не менее, это удар. Значит, Торонто ведет в серии против Орландо Мэджик 3-1, и тут тоже, я думаю, что сегодня они играют в Торонто, и, скорее всего, что на этом дело закончится. Торонто как-то явно, по-моему, первый матч недооценила соперника, и они его проиграли, 101-104, но, в отличие от хоккея, там по Бэй, здесь уж Торонто быстренько взяли себя в руки, и вот в следующих трех матчах они побеждают. В принципе, третья игра была где-то более-менее упорная борьба, можно сказать, но он 98-93, но в следующих, во втором матче, 111-82, в последнем матче, 107-85, тут большое преимущество Торонто. То же самое, наверное, и Филадельфия. Сегодня закончит свою серию с Бруклин-Нец. Бруклин-Нец тоже сумели вырвать победу в первом матче, ну, о Бруклин-Нец мы говорили в том, в той передаче, конечно, удивительно, что команда, которая долгие годы занимала последние места, в этом году она ворвалась в восьмерку сильнейших, но пока с такой командой, как Филадельфия, которая очень хорошо укомплектована, им играть сложно, а Нец собрал очень многих молодых баскетболистов, это может быть команда будущего, те, кто не подходил в других командах. Кстати, есть мнение, что Прохоров и продаст этим летом эту команду, ну, посмотрим. По крайней мере, уже то, что Нец вышел в плей-офф, это уже, я считаю, большая удача этой команды, но с Филадельфием было сложно. Ну, неожиданно, лично для меня закончилось противостояние Бостон, Селтикс и Индиана. Я не спорю, что Бостон, конечно, должен был, наверное, выиграть эту серию. Вообще, от Бостона в этом сезоне ждали очень многого. И в регулярном чемпионате они не показывали игры, но в плей-офф, конечно, они провели эту серию против Индианы очень мощно. И вот теперь в следующем круге, во втором круге, Милоки играет с Бостоном. Вот это будет интереснейшее противостояние. И кто окажется сильнее в этой паре, я уверен, победят в Восточной конференции и выйдут в финал. Ну, в защиту Индианы Пейсерс, конечно, никто не ожидал, что Бостон против Индианы будет 4-0. Но я скажу, что там уж очень много травмированных игроков. И, увы, вот так получилось, что именно к плей-оффу ряд игроков у них выпали из состава. Что касается западной конференции, здесь, значит, Голден Стейт ведет против Лос-Анджелес Клипперс в серии 3-1. Но здесь этой серии надо отдать должное, что они выдали на сегодняшний день самый впечатляющий, самый интересный матч. Это второй матч, когда Клипперс одержали просто фантастическую победу 135-131. Они проигрывали 31 очко. Причем это было уже в середине третьего квотера, третьей четверти. И они сумели вырвать победу 135-131. Ну, после этого, конечно, я понимаю, что Клипперс, которые одержали достаточно легкую победу в первом матче 121-104, они где-то расслабились. И Warriors, я прошу прощения, Warriors одержал победу 121-104. Во втором матче они, ведя с таким преимуществом, расслабились. И тут Warriors, конечно, вырвал эту удивительную победу. Это был самый интересный матч на сегодняшний день в плей-офф. Вне всякого сомнения. Ну, дальше уже сенсации не происходило. Там Golden State одерживает победы. Ну, вы понимаете, что в Golden State такая команда, где в тех первых матчах абсолютно выпадал из игры Томпсон. Его видно не было. В последнем матче, когда в четвертой игре, вот когда Warriors выиграл, 31 очко он набрал. Вдруг он выстрелил. Ну, там Дюрант, как всегда, прекрасно ведет себя. 33 очка, а так, ну, как можно бороться с такой командой? Вот при всем, я не понимаю. Вроде бы существует потолок заработной платы, но он не такой жесткий, как в хоккее. И тем не менее, вот, Golden State собрал такую команду из таких дорогостоящих игроков. Ну, что-то есть, какие-то выходы есть. Ну, Денвер, Сан-Антонио, мы уже говорили, и счет в этой серии 2-2. И вот тут сегодня пятая игра очень интересная. Значит, она будет проходить в Денвере. Эта серия проходит очень и очень интересно. Значит, Портланд ведет против Оклахома-Сити 3-1. Ну, там тоже, вы знаете, что более-менее интересная серия, но тоже как-то абсолютно ясно, что Портланд выиграет. Может быть, сегодня они выиграют. Сегодня они домашние встречи. Так что... А вот Хьюстон вел против Юты Джесс 3-0. Ну, вот вчера Джесс одержала победу 107-91. Ну, может быть, хоть эта серия как-то дальше повернется и станет интересна для болельщиков. Ну, пока счет 3-1 в пользу Хьюстона. Следующий матч они играют в среду. Так что посмотрите. Вот в принципе, в принципе, вот эта первая часть, первая серия может очень и очень быстро закончиться, потому что, повторяю, преимущество одной команды на другой очевидно. И вот кроме, опять же, Денвер-Сан-Антонио. Там идет упорнейшая борьба. Так что, ну, вот кто будет играть дальше, я говорю, Милуоки и Бостон. Вот это, конечно, очень жаль, что так сложился жребий. И эти команды должны играть между собой. Я считаю, это на раннем этапе. Но что делать? Да, тут уж ничего не поделаешь. А в западной конференции еще пока, если там Милуоки и Бостон выиграли по 4-0, то в западной конференции еще никто не вышел во второй круг. Но, повторяю, сегодня-завтра, наверное, это произойдет. Ну, давайте теперь перейдем к хоккею. Поэтому, тут борьба идет более упорная и более интересная. Поэтому, ну, с чего даже не знаю начать. Ну, вы понимаете, что мы много говорили о победе Колумб... Вернее, в той передаче мы только остановились, когда счет был 3-0 в пользу Колумбус. И в четвертый матч выяснилось, что, увы, но характера у Тампа Бэй нету. И они в четвертом матче тоже уступили. Тут, конечно, есть много о чем говорить. Значит, начнем с того, что преимущество между этими командами в регулярном чемпионате было в 31 очку. Колумбус попал в плей-офф буквально в самый последний момент. Там, если кто-то вспомнит, вот за два тура до конца регулярного чемпионата, они играли в Нью-Йорке с Нью-Йорк Рейнджерс. Им нужна была победа любой ценой. У них это не получалось. Нью-Йорк Рейнджерс, команда, которая шла на одном из последних мест. И только в серии буллитов Панарин сумел забросить шайбу. Так, у нас есть звонок. И вырвать победу. И потом они выиграли у Оттавы и прорвались в плей-офф. Алло, добрый день. Алло. Да. Да-да, мы вас... Алло, вы слушаете, это Яша, да? Да. Тампа Бэй проиграла и Чехас Бэйхов пять лет тому назад, когда они были на высшем месте, тоже 4-0 проиграли. Поэтому вспомните это. Ну, то была другая команда Тампа Бэй. Понимаете, что тогда примерно... Вообще, было ли 4-0 Тампа Бэй и Чикаго? Они в разных конференциях вообще-то. А чтобы в финале играла Чикаго с Тампа Бэй, такого не было. Но я проверю, я проверю. Но не в этом дело, понимаете? Тампа Бэй... В прошлом сезоне они тоже великолепно играли в регулярном чемпионате. И вылетели, они проиграли Вашингтону. Так что... Ну, это... В этом году, вы понимаете, ситуация такая была, что Тампа Бэй в регулярном чемпионате настолько всех превосходила, что и по составу, и по игре, и что просто не виделись у Колумбуса, вот я повторяю, который в последний момент ворвался в плей-офф, завоевал восьмое место, и было ясно, что им играть Тампа Бэй, казалось, что здесь нету никаких шансов. Но есть такая вещь в спорте, как психология. И Тартарелло, тренер Колумбуса, который 19 лет уже в НХЛ, который с той же Тампа Бэй в 2003, если я не ошибаюсь, в 2004 годах, побеждали. Вот он психологически выиграл этот бой. Давайте посмотрим. Алло, добрый день. Яша, а последний раз, когда чемпионами стали, с кем у них в финале играли? Кто, Чикаго? Ну да. Но не стал. Последний раз, это когда 16, по-моему, да? Или 15? Ну, это, значит, смотри. Играли там по Бэй в финале, когда стали чемпионами? Да. Ну, вот смотрите, вот как... Помнишь? Не помню. Сейчас, не помню, да. Вот они стали чемпионами, не последний раз играли. Но там же не было 4-0. Нет, нет, не было 4-0. Я просто говорю, что ты не помнишь, чтобы они играли в финале. Я говорю, вот они играли в финале. Окей, окей, хорошо, я вам верю. Тут нет спор. Так что, это самое. Но в этом сезоне, знаю, и вот тут вы вспомните еще один интересный момент. Вот эта серия, она просто была настолько неожиданной, что... Потому что в первом матче там по Бэй вела против Колумбуса 3-0. И вот начинается второй период. И каким чудом Боровский спасает ворота, когда там по Бэй должна была забивать 4-й гол. Это просто какая-то фантастика. И тем не менее, после этого... Ну, а в перерыве там Тартарелло дал знаменитый текст, который... Я не знаю, как его... Кто его мог записать и как его выставили в соцсети. Но там он не стеснялся в выражениях. И смотрите, он сумел этих ребят зажечь. И они вышли на последний бой, как на второй период, как на последний бой. Они вырвали 4-3. И вот это сломало команду. Вы понимаете? Это просто удивительно, чтобы такая команда, как там по Бэй, которая так великолепно провела сезон, не смогла психологически перестроиться. И уже дальше они уступали по всем статьям. Там было и 5-1, как угодно. Тем не менее, Колумбус выигрывал. 4-0. Давайте у нас сейчас перерыв на рекламу, после чего мы продолжим передачу. Поговорим о хоккее. Итак, мы продолжаем нашу передачу. Я вижу, что есть звонок, но мы с Толиком проверили. 4-2 они обыграли действительно там по Бэй. Вот вылетело из головы как-то... Я помню победу над Филадельфией в 2010 году над Бостоном. А вот там вылетело из головы у нас звонок. Мы вас слушаем. Добрый день. Яков, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если бы Панарин был в составе Чикаго, они попали бы в плей-офф в этом году? Как вы думаете? Ну, кто ж это знает? В Чикаго... Ну, вы понимаете, что попали, правда? Скажите, честно. Вы уверены, на 100%. И просто удивительно, что за это вредительство никто не отвечает. Просто странно. Это же настоящее вредительство команде. Согласитесь. Ну, понимаете, что значит вредительство? Ошибаются все. У него нет катания нормального. Он может бегать от борта до борта, прикрывая своим телом эту шайбу. Он больше ничего не умеет. А Панарин это самородок, в принципе. Это лучший русский игрок сейчас. Ну, как можно было? Ну, а вы считаете, что Панарин лучше Кучерова? Ну, это что значит лучший российский игрок? Понимаете, что тут трудно сказать. Каждый дженерал-менеджер видит ситуацию по-своему. И они считали, что чтобы оживить Тейвса, нужен Саад, с которым они удачно играли. До того не получилось. Ну, что делать? Так что... А попали ли бы они в плей-офф с Панарином или нет? Как можно утверждать на 100%? Я понимаю, можно сказать, ну, может быть бы и попали. Но утверждать на 100% это... Проблема же не в Панарине, а в стоков нападении. Вы посмотрите, сколько они шайб забрал. В защите. Защита, конечно. Просто вратарей расстреливали. Ну, и плюс то, что Краффорни был не совсем здоров. Слишком много всяких составляющих. Но что единственное, нужно отметить, что вот этот сезон в хоккее запомнится на долгие годы. Вот тут точно не забудешь все перипетии и сезона, и, наверное, финальных матчей. Вы посмотрите, ну, казалось бы, та же Тампа. Они установили вот этот рекорд по набранным очкам, по победам. Все, что повторял, что когда-то повторили детройтовски. Кстати, Детройт тогда проиграл во втором круге, по-моему, или в третьем. В 95-м году, когда они сотворили все эти рекорды, они тоже уступили 0-4. Я как сейчас помню, по-моему, Нью-Йорк Айлендерсу они тогда проиграли 0-4 или Питтсбургу. Вот кому-то они проиграли, и они не стали обладателями Кубка Стэнли. Так что регулярный чемпионат, вот эти рекорды регулярного чемпионата, они не всегда действуют. Ну и потом, вы посмотрите, что делается. Вот три команды-победители своих дивизионов уже вылетели. И Вашингтон стоит, ну, тут стоит на вылет вопрос, потому что с Каролиной счет 3-3. И тут в этой серии они все побеждают дома. Что Вашингтон, что Каролина. Значит, дома они играют. И седьмой матч в Вашингтоне. Так что тут, ну, говоря об этой серии, удивительнейшее дело. Вы знаете, что в этом плей-офф просто как никогда грубо играет Александр Овечкин. Если он давно в лиге. Мы прекрасно его знаем. Да, он очень горячий игрок, но в матчах плей-офф у него никогда особых проблем с удалениями не было. По крайней мере, такие средние цифры. Там 8-10 минут за матч, ни в коем случае не больше. По-моему, за весь прошлый плей-офф, когда они стали чемпионами, у него было всего 10 минут штрафа. Тут, опять же, если болельщики кто-то, проверьте мои данные. Может быть, я ошибся. Я только сейчас вспомнил, что, в принципе, он не дрался. Он мог подраться еще в регулярном чемпионате, но вот до вот этого случая со Свечниковым, я не помню, что в плей-офф Овечкин дрался. Тут тоже с этим молодым парнем ситуация такая. Он утверждает, что Овечкин предложил драться, Овечкин говорит, что тот, по крайней мере, делает... Ну, ты же знаешь, да, кто первый бросил перчатки, тот и предложил. Но дело в провокации, очень часто бросают перчатки и не дерутся, поэтому... Да, но... К старости, нервная система, не к черту. Все. У тебя иречки. Да, ему 34 года уже, наверное. Но вот сейчас он играет очень нервно. Но вот во вчерашнем матче, в принципе, по совокупности, я бы уже его удалил, дисквалифицировал бы на седьмой матч. Потому что вчера он там просто вел себя из рук плохо. Из рук вон плохо. Гол явно помешали вратарю, когда не засчитали. Конечно, может быть, и так, и сяк посмотрели бы судьи. Но то, что было нападение на вратаря, это 100%. Поэтому гол был не засчитан. И к этому надо было относиться более-менее спокойно. Не так. И потом вот как он мстил там, когда это Оши... Оши, когда его выбили, да, он вылетел до конца плей-офф. Но это была такая игровая ситуация, где каждый игрок может получить травму. Так что тут такое дело. Но счет в этой серии 3-3. Тут еще один интересный нюанс перед этой серией. Многие специалисты вообще считали, что если Каролина выиграет хотя бы один матч, то это будет для них очень достойным результатом. Почему? Потому что, ну, они давненько, мы их не видели в плей-офф. И как-то Вашингтон вроде бы очень сильно прибавил к концовке регулярного чемпионата. И казалось бы, что шансов у Каролины особых нет. Но тем не менее, видите, а этот Джастин Биллиамс у них забивает в каждом матче. У него там 9 результативных очков. Так что вот такая борьба. Кстати, Завечкин тоже неплохо играет. У него 4 забитых, 4 результативные передачи. Но нервно, очень нервно. Поэтому такая ситуация. Ну, дальше еще что удивительно. Ну, не удивительно, а вот где-то вызывало, ну да, действительно удивление и восхищение. Вот смотрите этот сезон, чем он характерный. Сент-Луис шел к начале января на чистом последнем месте в лиге. И после Нового года начинается рывок. Команда врывается в плей-офф. И смотрите, она уже вышла в следующий круг. И они одержали победу. Они выиграли 4-2 у Виннипега. Команды, которая завоевала первое место в дивизионе. Колорадо. Колорадо прибивает Калгарит в серии 4-1. Колорадо, которая... Прошу прощения, Калгарит, которая была лучшей командой западной конференции, проигрывает Колорадо 1-4 и уже вылетает. Там тоже угадать в этом плей-офф что-либо было очень и очень сложно. Так что сейчас одна надежда, что если Каролина вдруг еще выиграет в гостях, то это будет фантастика. Вы знаете, что интересно? Вот когда в прошлом сезоне Вашингтон стал чемпионом, они выиграли в плей-офф, только в плей-офф, 10 матчей на чужих площадках. В этом сезоне вот им не удается, не удается победить в гостях. И вот такая ситуация. Ну, давайте посмотрим на другие пары. Значит, ну, Торонто-Бостон. Вот теперь Колумбусу предстоит встреча с победителем серии Торонто-Бостон. Ну, здесь не надо было быть особым провидцем, чтобы считать, что эта серия продлится до 7 матчей. Я это сказал в самом начале. И таких обозревателей было достаточно много, кто был уверен, что в этой серии будет 7 матчей. Хотя в один момент показалось, что все может закончиться раньше. Ведь Торонто одерживает победу в Бостоне. 2-1 они выиграли и повели в серии 3-2. И они вышли играть у себя на площадке. Казалось бы, дома и стены помогают. И вот тут-то хоккеисты Торонто дрогнули. И проиграли этот матч 2-4. И теперь им играть снова 7-й матч в Бостоне. Это абсолютно та же самая ситуация, что была в прошлом сезоне, когда счет в этой серии был 3-3 и они проиграли 7-й решающий матч. По-моему, 7-4 тогда. Или 7-3, или 7-4 они проиграли. Ну, из Нью-Йорк Айлендерс Питцбург счет в этой серии был 4-0. Вы знаете, что в принципе ожидалось то, что Нью-Йорк Айлендерс пройдет Питцбург. Потому что, согласитесь, что Питцбург в этом сезоне далеко не блистал. И в регулярном чемпионате чувствуется, что у команды игра не идет. И Кросби не забивает. Малкин долгое время не играл из-за травмы. Непонятно, в каком состоянии он был в матчах плей-офф. Но 4-0, конечно, тоже вряд ли кто-то ожидал, что в этой серии будет 4-0. Даллас выбил уже Нэшвилл. Там счет в серии 4-2. Ну и Вегас играет. Лас-Вегас с Сан-Хосе. Тоже упорнейшая серия. Там счет 3-3. У нас есть звонок буквально на последней минуте. Алло, добрый день. Увы, сорвался. Сорвался. Так что, ну, в этой серии... Только что проверил данные. Овечкин никогда не дрался именно в плей-офф. До последнего матча. Ну, я помню. Я это не проверил. Официальные данные by Google. Он, да. Так что... Ну, и вот тут тоже Сан-Хосе. Я знаю, что время подошло к концу. Вегас там. Казалось бы, уже Лас-Вегас в этой серии вел 3-1. Но, тем не менее, Сан-Хосе сравнял счеты. Сан-Хосе имеет больший опыт матчей, седьмых матчей. И тут у них, мне кажется, есть определенное преимущество перед Лас-Вегасом. Ну, на этом мы будем заканчивать нашу передачу. Уже в следующей... На следующей неделе мы поговорим о том, что происходит в следующем раунде. А сейчас до свидания. И через полчаса будет футбольный клуб.